Сегодня в Центре одаренных детей «Спутник» прошло ежегодное республиканское совещание, на котором подвели итоги государственной итоговой аттестации за 2023 год. Качество проведения, результаты, информационно-технологическое обеспечение и поставили новые задачи. Альбина Ламкова продолжит тему. Всего две недели осталось до 1 февраля. Финальные даты для выбора дополнительных предметов ЕГЭ. В нашей республике в лидерах по-прежнему остается общество знания. Стала популярна информатика. Подводя итоги государственной аттестации за 2023 год, было отмечено в высоком организационном и технологическом уровне. Всё прошло без сбоев и серьёзных нарушений, отметила министр образования и науки республики Инна Владимировна, добавив, что есть над чем работать. На рабочем совещании мы поставим определённые задачи на 2024 год перед руководителями образовательных организаций, которые они должны довести до сведения учащихся и до сведения родителей. И, конечно, Республиканский институт повышения квалификации работников образования должен организовать методическую подготовку педагогов по устранению тех дефицитов и пробелов, которые имеются у учителей, чтобы устранить вот эти все как раз таки слабые места. И в следующем году результаты наши стали значительно выше. В среднем основной государственный экзамен сдают более 6 тысяч человек. Единый государственный экзамен – около 2 тысяч. К сожалению, есть те, кто остались и без аттестата в 9-11 классах. И, естественно, такие результаты не приветствуются. На собрании также обсудили ремонт в образовательных учреждениях в рамках реализации программы модернизации школьных систем образования. Нам надо будет перенести некоторые школы, пункты проведения экзамена в другие пункты проведения экзамена. Уже эту работу мы проводим на протяжении последних трех лет. То есть, единый государственный экзамен и капитальный ремонт – это хорошо. Но есть моменты, которые накладываются друг на друга. Их сегодня также надо устранить. При проведении ГИА используются современные технологии. Осуществляется передача экзаменационных материалов по сети интернет. Печать и сканирование работ участников непосредственно в пунктах проведения экзамена. Благодаря должной подготовке экзаменационная кампания 2023 года прошла в штатном режиме. По-прежнему будут использованы средства под давление связи. Они установлены в каждой аудитории. В этом году у нас уже выпускники 11 классов в декабре месяце участвовали в допуске к государственной итоговой аттестации. Они участвовали в итоговом сочинении и сложении. 97% выпускников получили зачет. То есть это первый шаг уже для того, чтобы участвовать в итоговой аттестации 2024 года. С 1 сентября применяется новый порядок проведения итоговой аттестации. С ними все выпускники муниципалитета и школы ознакомлены. Они незначительны, отметила Светлана Федоровна. У нас выпускники прошлых лет не имеют права участвовать в досрочный период. Они участвуют в основной период резервной дни. То есть это после 20 июня. Далее у нас регламентированы сроки обработки информатики в компьютерной форме по 11 классам. Раньше это было 4 дня. Сейчас за 2 дня идет обработка, потому что экзамен проводится в компьютерной форме. Далее у нас конфликтная комиссия, которая раньше просматривала апелляции, она переименована в апелляционную комиссию. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Корчао, Черкесия.